друзья всем привет с вами я сергей афанасьев и вы на канале про ген что 3 и это очередная история посвященная обзору пляжа найтон который находится буквально в 10-15 минутах езды от аэропорта на пхукете в таиланде на севере от этого пляжа находится у нас пляж на янг южнее находится пляж банктау до банкта уехать здесь буквально еще минут 10 наверное 15 всего лишь расскажу в этом видео коротком о всех особенностях проживания на данном пляже так что смотрите будет интересно итак друзья пляж найтон характерен тем что длина береговой полосы составляет около 700 метров ширина от 50 метров и больше момент отлива момент прилива ширина береговой полосы около 20 метров кстати когда максимальный прилив то волны прямо брушевать практически на берег красотище просто неописуемо вход в море здесь пологий достаточно безопасный для купания детей здесь даже наверное вот высокий сезон есть небольшие волны на которых можно с удовольствием покататься поплавать понырять немножко это будет интересно и и детям и взрослым песочек кстати на данном пляже когда он высыхает он также начинает скрипеть как на пляже корон то здесь большое содержание кварцевого песка и даже высокий скажем так момент солнцестояния в 12 часов можно спокойно ходить по песку он не обжигает многим вдоль всей береговой полосы у нас расположилась естественная тень в которой можно очень хорошо спрятаться стелить там свои коврики поставить свои шезлонги пожалуйста и сидеть в тени деревьев смотрите друзья вот так вот уютненько можно расположиться в тени деревьев просто постелить свою покрывашку здесь чем удобно есть прям около берега души и шланги то есть можете легко ополоснуться выйдя из моря если вам щипет или если вы едете с детками скажем инфраструктура всего этого маленького поселочка на этом она прям минимальная здесь конечно есть безусловно все необходимые массажные салоны кафешки магазины с продуктами с алкоголем пункта обмена валюты аренда байков машин все это есть макашницы вдоль дороги стоят скажем честно скажу вот макашницы которые стоят вдоль дороги у них цены самые низкие где вы мы не видели на всем букете то есть можно купить рыбу на гриле буквально за 100 150 бат вот такая вот уютненькая улочка идет вдоль берега вдоль пляжа протяженность около 700 метров то есть здесь находятся маленькие отельчики такие небольшие прям переходим через дорогу и мы сразу с вами находимся на пляже дорога не сильно проездная здесь мало ездит транспорта вот так вот друзья буквально за одну минуту с вами проехали вдоль основной центральные улицы найтона она одна единственная ведущая вдоль пляжа тут же можно купить фрукты кстати цены здесь на фрукты одни из самых низких на пхукете то есть манга здесь стартует по цене от 50 бат ком их почистят порежет пожалуйста здесь же можно купить фруктов и корзиночки взять и привезти домой фруктов вот так вот уют в тени деревьев на пляже можно расположиться и спокойно отдыхать наслаждаться морским бризом тут же есть скажу такие самодельные душевые где можно принять душ помыть ноги при выходе с пляжа данный район отлично подойдет если вы любите тишину спокойствие уединение здесь такое ощущение как бы вам сказать правильно какого-то колорита и реально тишины и релакса и спокойствие в центральной части расположена в основном маленькие отельчики и чуть подальше находится пару больших таких уже европейского уровня хороших отелей с хорошими территориями зелеными с бассейнами и так далее то есть вот в тени деревьев тут расположились у нас еще кафешечки где можно перекусить во время обеда и на ужин кстати который вечернее время практически все заполнено сто процентов ну прям такая реально релаксовая обстановка здесь тишина и спокойствие здесь нету не активности каких-либо нешумных дискотек ничего этого здесь не найдете друзья если еда здесь в на это не стоит дешевле то например массаж стоит чуть дороже чем на других скажем так курортах чем на других пляжах то есть массаж стартует ценник от 400 бат если вы выберете для своего отдыха поселочек на этом то я вам хочу порекомендовать отель на этом буре такой скажем достаточно европейский отель с хорошим номерным фондом с очень зелененькой такой утопающий в зелени в джунглях территории при этом все цивильно сделано то есть есть бассейны номерной фонд соответствует на сто процентов своей стоимости и смотрите классная штука то есть есть такой бассейн а на дне реально прям песочек то есть детки ваши купаются если они боятся так вот море купаться большие волны то есть можно взять прям каяк напрокат тут же и отлично провести время на территории этого отеля то есть бассейн идут с пресной водой с песочком на дне такая имитация получается море но при этом детки многие боятся например и не любят соленую воду на им щипят то здесь можно спокойно отдыхать купаться при этом достаточно стильная такая обстановочка и достаточно хороший номерной фонд то есть достаточно большая зеленая территория отель находится прямо на 1 береговой линии нужно перейти всего лишь через дорогу и все вы оказываетесь уже на пляже друзья если вы более требовательных проживанию я могу порекомендовать отель pullman он скром такой более респектабель находится в северной части пляжа более такой современный стильный естественно подать по цене продается подороже но здесь много номеров которые выходят с видом на море отель находится на возвышенности скажем так на горе гостей возят на пляж но зато отсюда открывается просто потрясающе обалденный красивый вид на море тут есть бассейны infinity вот мы видим их внизу то есть вы здесь можете отдыхать в комфорте с хорошим качественным сервисом с прекрасным видом на океан с качественной кухней в хороших стильных современных номерах и в окружении джунглей и зелени то есть можно спуститься пешочком на пляж но идти наверно кулер на пяти минут а можно на машинке бесплатно доехать до пляжа вот так кстати стильно выглядят машинки на которых возят гостей на пляж то есть nissan переделаны без дверей чтобы был так с ветерком прокатиться их уже украсили к новому году друзья еще один отель andaman white beach он находится буквально в двух минутах езды южнее от пляжа на этом отель находится на первой береговой линии то есть не нужно переходить через дорогу пожалуйста у отеля свой собственный пляж практически все номера выходят с видом на море есть на территории бассейны кухни то есть такой тоже отличный вариант для релакс отдыха такая тишина спокойствие кайф просто он прям по деревянным дорожкам проходим к своим номерам и из номеров открывается просто великолепный вид на море но данные отели нужно бронировать конечно заранее не пользуется большим спросом то есть вечером можно посидеть в уютной кафешечке в лаунж зоне а можно просто взять готовую еду на улице взять пойти на берег на пляж и наслаждаться шумом и прибоем моря то есть уютная такая обстановочка в кафешечках музыки пока еще не слышно начало вечера народ сидит тихонечко кушает то есть прогуливать по улице прямо готовят здесь например вот смотрите рыба лежит свежая тунец 200 бат 6 креветок 100 бат больших таких вот такая скумбрия стоит одна штука 100 бат такой окунь 150 бат вот так же готовит рыбку жарит ее просто прям при вас продвижение на данной улочке она скажем так очень очень простое неактивно здесь очень мало транспорта ездит поэтому все в принципе туристы гуляет прям по самой улице практически вот очередная макашинцы стоит народ здесь готовят и салатики пожалуйста какие-то и также рыбку жарит и кальмары и все остальное ну наша музыка и здесь тоже играет вот манган трэм 50 стоит ананасы все так же как обычно вот кстати расценки стоят на такси то есть на янг бич сколько стоит такси сколько одна дорога сколько две то есть те же самые тук-туки здесь аэропорт 400 бат стоит до аэропорта до потонга доехать стоит 900 бат до камалы 800 до сурина 700 вот такие вот цены до центра пукета 800 итак друзья подводя итоги нашего пребывания на пляже на это он хочет сказать следующее если вы ищете спокойный тихий размеренный отдых если вам нужен пляж с минимальным количеством людей если вам не нужна мега развитая инфраструктура всего лишь самым минимум необходимости если вы любите красивую природу чистейшее море белоснежные пляжи то данный пляж можно смело рекомендовать здесь есть как вы видели маленькие гисхаусы дешевые есть качественные современные европейские отели которые конечно продаются по цене существенно дороже но они стоят этих денег однозначно то есть честно сказать данный пляж нам очень понравился мы его на сто процентов рекомендуем вот привет если вам понравился данный вид поддержите нас своим лайком оставляйте вопросы свои задавать вопросы в комментариях спасибо всем кто подписался на канал и не забывайте если вам нужна помощь в поиске подбора тура то заходите наш сайт турагент 63 мы являемся туристическим агентством и бронируем туры из всех городов вылет во все страны оставляйте заявку на нашем сайте мы с удовольствием вам поможет поможем ну а мы отправляемся на следующий пляж так что увидимся на следующем пляже до встречи пока пока